Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я решила с вами поделиться таким вот способом украшения своих рук, как роспись Мэхэнди называется. Её называют во многих странах по-своему, её и называют их Хэнна, и раскраска Басмы, можно сказать, Мэхэнди. Ну, в общем, очень много разных имён есть этому способу, именно по красу своей руки. В общем, вы знаете, мне очень много здесь нравится разных рисунков. Но так как я буду рисовать первый раз сама у себя на руках, поэтому я не знаю, что мне выбрать из всех вот этих вариантов. Мне очень давным-давно ещё пригляделся вот такой вот рисунок. Первый раз я делала свою роспись в Эмиратах, и второй раз я делала роспись у себя в Тунисе. И, в общем, вы знаете, мне вот этот рисунок очень-очень сильно нравится. Сейчас попробую его повторить, не знаю, что из этого получится, конечно. Вот я уже открыла вот здесь маленький кусочек, открывала при помощи обычных ножницей. Вот у меня идёт такой вот маленький пакетик, вот этой вот Хны, чёрной. Она может быть разных цветов, разных оттенков, вплоть до белого, голубого, красного цвета. Но мне нравится традиционно чёрный цвет. Я, если честно говоря, вообще обожаю всё восточное. Вот линия пошла лучше намного. О, линия очень хорошая пошла. В общем, можно рисовать. Ну что, вперёд. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, вам хорошо будет видно. Очень неудобно вот то, что вот эта вот Хна вот в таком вот тоненьком, мягком пакетике. Ну ничего. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, не знаю, как получается, ребята. Сейчас начну делать, а потом уже чуть-чуть, может, подправлю где-то. Просто, когда ты рисуешь эскизы одежды, ты знаешь вот эти все пропорции, вот это вот всё. Ну, а здесь я первый раз решила такое нарисовать. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Вот, когда ты даёшь в толщину, да, вот здесь вот можно наблюдать, что полосочка где-то шире, где-то она тоньше. Это всё говорит о том, что потом, когда вы будете мыть ручки, оно вот это всё потом, верхний слой, оно отсоединится. Я вот помню, я вот помню, я когда рисовала вот в Эмиратах, у меня вот этот верхний слой, он отсоединился. Ну, честно говоря, вот когда девочки вот работают с вот такой вот Хной, с этим Мехэнди, да, то рука уже у них набивается, и всё происходит, ну, достаточно как-то быстро, ловко, ну, а я как бы первый раз решила попробовать, то, конечно, мне это, я пока не понимаю, куда нужно линии вот эти вести, что вообще делать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Получилось всё сделать точки, получается достаточно хорошо. Конечно, оно не будет всё точно так же красиво, аккуратно, как на том рисунке, потому что я пробую это делать впервые, но, честно говоря, мне очень нравится. Сейчас вот руну немножко ещё подкорректирую. Вообще, я всегда за то, чтобы экспериментировать, пробовать что-то новое. Честно говоря, так как я никогда не рисовала Мехэнди, ну, для меня это достаточно интересно сейчас, ну, взять и попробовать нарисовать на чём-то новом. Просто когда ты делаешь это, ну, ну, профессионала, то это совсем другое чувство. А когда ты делаешь сама, ну, это очень достаточно прикольно. Вот когда ты смотришь, как и другие, да, делаются, делают, только думаешь, вон, у тебя это легко, да, но вот когда сам делаешь, совсем уже по-другому ощущается, чувствуешь, как говорится, сейчас бы того, да, что происходит. Ну, не знаю сейчас, как получится. Мне очень интересно посмотреть на мой конечный результат. Ну, честно говоря, я вот всегда мечтала вот эту вот луну изобразить в себя на руке. Это сейчас просмотрела, кучу всяких вот этих росписей, но мне очень сильно нравится эта вот луна. Вот эти вот элементы на пальчиках. Вот, посмотрим, что получится. Я думала, у меня не получится вот этот вот абажур. Вот, идем дальше. Здесь какой-то элемент маленький, черный. Ромбик сделаем тоже. Выходила в прямые эфиры. Я говорила, что у меня сейчас как бы недостаточно времени, чтобы заниматься своим творчеством, чтобы вот шить, рисовать, да. Ну, честно говоря, вот безумно по всему этому соскучилась. Хочу провести, наверное, на этой неделе прямой эфир. Ну, и вот на прямом эфире, наверное, расскажу, ну, что нового, чем я занималась вот этот месяц. Вот, если вы заметили, я даже себя не перестала показывать в видео, потому что, ну, как-то нету такого вот настроя, что ли, чтобы себя людям показать. Не знаю, как это объяснить. Вот. Поэтому, дай бог, вот на этой неделе проведу прямой эфир. Поделюсь я с вами своими новостями, что у меня новенького. Вот. Очень буду вам признательна, если вы меня поддержите комментарием, лайком. У меня очень-очень сильно упали просмотры на ютюбе. Как бы они до этого, да, были не шибко, как сказать, высокие просмотры. Ну, хоть какие-то, знаете, были просмотры и хоть какие-то были комментарии от людей, да. А сейчас, ну, честно говоря, что-то прям вообще ничего нету, никого нету. Вот. Вроде бы ничего получилось красиво. Вроде бы ничего нету. Смотрите, такая вот красота получается, да. Мне безумно-безумно нравится. Вот я мечтала, говорю, вот эту вот луну сделать. Сейчас вот вам покажу вот эскиз, да. Примерно нужно 15-20 минут. Чтобы вот это вот все хорошо высохло, застыло на руке. Вот. Поэтому, если вы делаете себе мэхэнди, то постарайтесь вот в течение 20 минут руку, ну, рукой вообще не пользоваться, ну, или тем местом, где вы делаете, чтобы ни одежда не соприкасалась, надо, чтобы это все хорошо застыло, все хорошо легло. Я думаю, знаете, вот если бы я, наверное, бы потренировалась бы, ну, еще вот примерно, не знаю, раз в 10 бы вот именно вот такой вот мэхэнди рисовать. Ну, не такой мэхэнди, а вот такой вот штучкой, да. То я думаю, что у меня бы что-нибудь такое бы интересное могло бы получиться. Вообще, знаете, вот, ребята, всегда во всем нужна практика. Как бы ты никогда ничему не научишься, если у тебя нету практики. Всегда-всегда во всем. Нужно набивать себе руку. Вот смотрите, как она уже смотрится. Очень-очень красиво. Если вы заметили, то я никогда вообще не делаю маникюры. Если вы смотрели мои предыдущие видео, да, у меня всегда ногти, ну, не накрашенные, всегда такие обычные. А здесь вот специально для этого видео я покрасила одну руку себе черным лаком, ну, чтобы оно как-то так сочеталось и красиво было. В общем, как-то так. Ну, в общем, уже все. Как бы я уже все сделала. Может быть, еще посмотреть какие-то варианты. Может быть, как браслет здесь еще нарисовать. Субтитры создавал DimaTorzok в общем, что я вам хочу сказать, что вот такие вот махенди продаются в мусульманских магазинах либо в индийских магазинах. Если вы хотите попробовать нарисовать себе либо своим родным, то заходите вот в такие магазины, приобретайте. Они стоят, но недорого. Я вот эту свою штучку купила, честно, не помню, ну, за 500 или за 600 тенге. Это примерно полтора доллара, наверное. Вот. Ну, конечно, если бы можно было бы качество где-то сделать получше, ну, не качество, а вот именно, чтобы она не была вот в мягкой упаковке, может быть, было бы очень даже прикольно. Может, если я имею в виду, если подороже покупать, может быть, чуть-чуть было бы по-другому. Ну, а так вот такая вот прикольная штучка у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть какие-то навыки в рисовании, да, то, ну, попробуйте, почему бы нет, зачем переплачивать людям за такую вот работу, когда можно чуть ли не всей семье, не всем своим родственникам, племянницам, там, да, нарисовать вот эти вот прекрасные рисунки. Как бы, в принципе, я говорю, если приноровиться, если попробовать вот рисовать по несколько раз, вот 10 таких, например, рисунков на руках, то у вас обязательно всё получится. Поэтому обязательно пробуйте, экспериментируйте. Всегда идите только вперёд, учитесь, обучайтесь. Я всегда буду за вот это вот. Вот. Всем я вам желаю хорошего настроения, хорошей недели, благоприятной недели, чтобы у вас было всё только-только хорошее и позитивное. Обязательно приходите ко мне на прямой эфир, который состоится, скорее всего, либо в этот четверг, либо в эту субботу я проведу этот прямой эфир. Я немножко подумаю. Поэтому пишите мне комментарии, поддерживайте меня лайком. Если вы не подписались ещё на мой канал, то обязательно подписывайтесь. У меня очень много разных интересных видео на разную тематику про дизайн, про пошив, про рисунки, про жизнь в разных странах, какие-то интересные штучки. Я рассказываю. Всегда со мной интересно. Вот это я могу вам сказать однозначно. Поэтому оставайтесь со мной на канале, включайте вот это уведомление, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока!